Добрый вечер! В эфире «Главный диалог» и сегодня мы поговорим о работе антимонопольной службы. У нас в гостях заместитель руководителя, начальник отдела изучения и контроля товарных рынков антимонопольной службы Ростовской области Наталья Кожемяка. Добрый вечер, Наталья Александровна. Для начала огромное спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Ну и первый вопрос, как всегда, общий. Хотелось бы узнать, кому чаще всего необходима ваша помощь, кто чаще всего обращается? Это юридические лица, либо просто граждане? Какой-либо общей статистики по обращениям невозможно привести. Все здесь зависит от сферы деятельности, в которой антимонопольная служба осуществляет контроль, следит за соблюдением законодательства. Если это сфера жилищно-коммунального хозяйства, то, несомненно, основные заявители, жалобщики – это население. Также можно сказать это и о финансовых рынках, рынках страховых услуг, рынках банковских услуг, в том числе банковского кредитования. Аналогично статистику можно привести и по вопросам ценообразования в различных сферах. Основные заявители – это население. Если немного остановиться на банках, известно, что в Ростовской области было несколько дел в отношении банков. Какие нарушения были выявлены? Одну из наших побед за последнее время можно назвать дело в отношении Сбербанка России. Буквально 15 июля текущего года арбитражный суд Ростовской области оставил в силе вынесенное совместной комиссии антимонопольного органа и Главного управления Центробанка России по Ростовской области решение в отношении Сбербанка России, в чем заключалось нарушение, допущенное Сбербанком России. С 2011 года Сбербанк России стал предлагать своим заемщикам исключительно аннуитетный способ погашения платежей по кредиту, исключив дифференцированный способ. Дифференцированный способ погашения сохранился только на таких видах кредитования, как на ведение личного подсобного хозяйства и образовательные нужды. Необходимо отметить, что вот эти два способа погашения платежа, они имеют разные потребительские свойства. В частности, их различие заключается в разной сумме переплат. Сам по себе ежемесячный платеж погашения кредита представляет собой две части. Одна из них идет на погашение тела кредита, а другая на погашение процентов по кредиту банку. Так вот, дифференцированный платеж, то есть тот, который отменил, скажем так, Сбербанк России, предполагает сначала погашение тела кредита, большей части тела кредита погашается, и, как следствие, проценты уменьшаются. А аннуитетный способ погашения платежа предполагает иную структуру. В первую очередь погашаются проценты по кредиту, а тело кредита уменьшается в последнюю очередь. Несомненно, что для самих заемщиков предпочтительнее, экономически выгоднее, все-таки целесообразнее именно дифференцированный способ погашения платежа. А для самой кредитной структуры организации, естественно, выгоднее аннуитетный способ погашения платежа. Своим решением и предписанием мы указали Сбербанку, что мы не говорим о том, что установление одного аннуитета – это прямое нарушение. Мы говорим о том, что у заемщика должно быть право выбора, каким способом погашать ему кредит. То есть заемщик должен сам определиться, как ему удобнее работать с кредитной организацией. И наше предписание, которое мы выдали Сбербанку, именно направлено на это. Нам после того, как мы выиграли это дело в суде, очень много поступает обращений граждан о том, как мы себя теперь должны вести и что нам делать. Вот у нас со Сбербанком заключен договор кредитный, и по данному договору мы погашаем кредит именно аннуитетными платежами. Как нам быть? Своим предписанием мы обязали Сбербанк довести до сведения всех своих заемщиков о том, что заемщик может выбрать способ погашения платежа, в том числе путем внесения изменений в кредитный договор. А также обязали Сбербанк разместить на всех доступных информационных ресурсах информацию о том, что заемщик вправе выбрать способ погашения платежа. Но я пока еще обращу внимание телезрителей о том, что это только лишь первая инстанция, но решение судом оставлено в силе. Но предстоит нам еще вторая инстанция в апелляции. В Ростовской области было несколько случаев, когда мобильные операторы, можно сказать, навязывали клиентам свои услуги. Удалось ли пресечь эти действия? Да, удалось пресечь. На протяжении последних двух лет мы активно, скажем так, занимались в этой сфере. И дела были вызваны, скажем так, мы откуда узнали об этих нарушениях? Именно из обращений физических лиц абонентов, операторов сотовой связи. Я так думаю, что дело в отношении мегафона было растиражировано, опубликовано во многих средствах массовой информации. Дело двугодичной давности о том, когда мегафон по умолчанию определял тестовую группу своих абонентов, в котором была навязана дополнительная услуга, которая по истечении определенного периода времени становилась платной. Но абонент не знал о том, что ему вообще подключена эта услуга. И тем более об условиях этой услуги. Вот такой механизм подключения без получения согласия предварительного абонента, ему разного рода дополнительных услуг, по нашему мнению, это прямое нарушение как антимонопольного законодательства, потому что как мегафон, как МТ, такой оператор, как мобильные телесистемы, и в МПЛКОМ, Билайн, они находятся в тройке лидеров, занимают доминирующее положение на рынке голосовой связи. И на них распространяются запреты, установленные антимонопольным законодательством, а именно запрет на навязывание услуг, которых абонент не нуждается, на которые он не согласен, либо не дал своего согласия. Как Ваша служба узнает о нарушениях? То есть жители обращаются за помощью или к каким-то еще путем? Несомненно, мы узнаем о нарушениях из-за обращений, которые к нам поступают, обращений физических лиц, из-за обращений органов, различных органов, в том числе и средств массовой информации. Ну, и обратная связь. Вот человек обратился, пожаловался. Как ему узнать? Когда он узнает, какое решение принято? Законом о защите конкуренции установлены сроки на рассмотрение обращений граждан. Это 30 дней с момента поступления. И в необходимых случаях, когда нам необходимо провести дополнительные исследования, когда, например, необходимо определить положение хозсубъекта, в отношении которого поступила жалоба на рынке, на том или ином рынке, жалоба может продлеваться до трех месяцев. В общей сложности рассмотрение одной жалобы может длиться три месяца. Это в исключительных случаях. И всегда служба направляет ответы либо об отказе в возбуждении дела, либо же дает рекомендации, как поступить, либо же перенаправляет материалы по обращению по обственности в другие структуры, либо же возбуждает дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Ну и последний вопрос. Какие есть способы обращения? Все возможные, все доступные способы. Это и почтовая связь, и электронная почта. Более того, на нашем сайте есть раздел, на официальном сайте Ростовского управления, есть раздел, где любой желающий может оставить свое обращение, конкретизировав вопрос, кем и что, на его взгляд, нарушается. Но обязательно, чтобы желающий к нам обратиться, указал свою фамилию, имя, отчество, обратные реквизиты, потому что жалобы анонимные мы не рассматриваем. Ну что ж, остается только поблагодарить вас за столь подробный ответ. Еще раз спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. А я напоминаю, вы смотрели «Главный диалог». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова